В Кремле состоялась встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева и члена политбюро ЦК КПСС, министра иностранных дел СССР Андрея Андреевича Громыка с членом политбюро ЦК Объединенной политической организацией Национальный фронт министром иностранных дел Народной демократической республики Йемен Мухаммедом Салихом Мутыи В ходе беседы были обсуждены вопросы советско-южно-еменских отношений положения на Ближнем Востоке и в районе Красного моря Беседа прошла в дружественной обстановке В день открытия юбилейных экспозиций союзных республик на выставке достижений народного хозяйства СССР состоялся торжественный митинг, на котором присутствовали товарищи Кулаков, Демичев, Долгих, Зевянин представители союзных республик, партийных и советских организаций Москвы Митинг открыл заместитель председателя Совета Министров СССР, председатель главного выставочного комитета Кириллин Затем участники торжества смотрели экспозиции всех 15 союзных республик Юбилейные выставки союзных республик убедительно показывают огромные успехи в развитии экономики, науки, культуры достигнутые за 60 лет советским народом под руководством Коммунистической партии Волгоград, обком КПСС, товарищу Куличенко Колхоз России Калачевского района, работая мехотрядами, завершил сев ранних зерновых и кормовых культур на площади 3871 гектар при плане 3764 гектара Сев проведен перекрестным способом за 95 рабочих часов при плане 120 часов Председатель колхоза России Попов Секретарь порткома Ткачев Так рапортовали о завершении посевных работ друженики колхоза России Каждый день, каждый час был у них на счету Открытие страды было доверено механизатору Анатолию Владимировичу Силину Колхозному чемпиону жатвы прошлого года Первую же смену Анатолий Владимирович в полтора раза перекрыл задание И так по ударному работал он все время сева В этом году впервые на полях колхоза сев проводили крупные механизированные отряды Первая битва за урожай юбилейного 77 года была выиграна Текстильщики Ивановского комбольного комбината соревнуются за достижение в 10-й пятилетке наивысшей производительности труда Лауреат премии Ленинского комсомола, член комитета советских женщин Валентина Николаевна Голубева Одна из первых в текстильной промышленности выполнила два годовых задания 10-й пятилетки С этой трудовой победой ее сердечно поздравил генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев Голубева в совершенстве овладела скоростными приемами труда Каждый день два с половиной задания при отличном качестве продукции Вот ритм ее работы Сегодня Валентина Голубева лидер молодых текстильщиков страны Она обслуживает 28 станков, втрое больше нормы Недавно ивановские текстильщики назвали ее кандидатом в депутаты местного совета Есть на Баме Тындинский перекресток Отсюда считают километры стальных магистралей на запад, на север, на восток Как уже повелось, каждую весну строители Бама подводят итоги сделанному А сделано за эти три года немало Сооружено свыше 600 километров железной дороги Проложены трассовые автодороги Взят очень высокий темп строительства Почти два километра пути укладывают ежедневно строители Бама на участке поселок Нагорный, поселок Беркаки И только за последние полтора-два года возникло на Баме 44 новых населенных пункта На строительстве города Тында отлично трудится бригада Владимира Мучицына, делегата 16-го съезда профсоюзов Здесь, в краю вечной мерзлоты, строится город Современный, многоэтажный и в какой-то степени экспериментальный Ведь на Баме проверяются новые научные, технологические и хозяйственные решения Германская демократическая республика отметила 32-ю годовщину освобождения немецкого народа от гитлеровского фашизма В славной годовщине было посвящено торжественное собрание представителей трудящихся Москвы В президиуме член политбюро ЦК КПСС Пельше, секретарь ЦК КПСС Зимянин С докладом выступил начальник военной академии Генерального штаба вооруженных сил СССР генерал армии Шавров Он отметил, что трудящийся ГДР праве гордиться своими достижениями в деле строительства развитого социалистического общества Посол ГДР в СССР Отт выразил от имени трудящихся ГДР глубокую благодарность советским людям за освобождение немецкого народа от фашистского ига Богатая природными ресурсами, Румыния в недавнем прошлом была экономически отсталой страной За годы народной власти в братской семье стран социалистического содружества преобразилась Социалистическая Республика Румыния Столетию провозглашения государственной независимости Румынии было посвящено торжественное собрание общественности Москвы В президиуме секретарь ЦК КПСС Зимянин, заместитель председателя Совета Министров СССР Дымжиц, представители государственных и общественных организаций Первый секретарь МК КПСС, председатель Центрального управления Общества Советско-Румынской Дружбы Конотоп В своем выступлении отметил, что дружба наших народов уходит своими корнями в глубокое прошлое Она ярко проявилась в годы совместной борьбы, благодаря которой сто лет назад стала возможной независимость Румынии и других балканских государств Посол Социалистической Республики Румынии в СССР Бадрус подчеркнул, что румынский народ будет и впредь выступать за расширение и укрепление всестороннего сотрудничества с Советским Союзом В интересах дела социализма и мира во всем мире Почти 40 лет назад снимались эти кадры В памяти борцов за свободу испанского народа живет образ пассионарии, пламенной революционерки Долорес и Барури Вынужденная покинуть свою родину, она не теряла надежды увидеть новую, демократическую Испанию В Испании наших дней все более острый характер приобретает борьба между силами демократии и реакции Спустя 40 лет вышла из-под поля коммунистическая партия Обрели свободу сотни политических заключенных На протяжении десятилетий героической борьбы испанских коммунистов В тяжелых условиях подполья и фашистских репрессий Символом этой борьбы была Долорес и Барури Долорес и Барури возвращается в Испанию Ее провожали член политбюро ЦК КПСС Суслов Кандидат в члены политбюро ЦК КПСС Пономарев Среди провожавших председатель комитета советских женщин Николаева Терешкова Долорес и Барури возвращается на родину, чтобы снова включиться в активную борьбу Она уверена в победе демократии в своей стране И при исполненной решимости плечом к плечу с испанскими коммунистами Идти вперед к победе социализма в Испании Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова